Николай Букерев родился в 1912 году в деревне Усть-Мечка, Рождественской волости, Кунгурского уезда, Пермской губернии. Его жизнь неразрывно связана с историей Отечества. Ветеран помнит и революцию, и гражданскую войну, и коллективизацию. До войны Николай Андреевич работал сапожником в артели вперед. В втором-втором я взяли на меня. В какие войска взяли? В тот год это минометный. В 12-м минометный. Минометчиком Николай Андреевич и прошел всю войну. Участвовал в освобождении Латвии, Польши, Чехословакии. Отмечен орденами и медалями. В 1945-м вернулся в Кунгур, в родную артель. А в 1956-м решил стать пономарем в Севсвятском храме. Служит Богу отец Никон уже более полувека, без выходных и отпусков. Он приходит задолго до начала службы, а уходит позже всех. Хлопот хватает. Нужно подготовить облачения для священников, проследить за чистотой в алтаре, зажечь лампадки в храме, принести просфоры, приготовить остальные предметы для богослужения. Мы-то порой бываем и в жизни, это не всегда с вами несем послушание. А это стогодовалый человек еще и исполняет обязанности, несет свое послушание. Своим смирением, порядочностью и трудолюбием отец Никон заслужил уважение не только священнослужителей, но и всех кунгурских мирян. Дорогой отец Никон, вот такую благодарность хотелось теперь приподнести. Написано монах Никон, поздравляю вас с праздником Победы, желаю вам пресного здоровья и долгих лет жизни. Благодарим вас за помощь людям, которые вы оказываете нам на протяжении долгих лет, в прихожане в священном храме. Заслуги отца Никона оценило и епархиальное начальство, наградив монаха медалью преподобного Сергия Радонежского второй степени. Екатерина Полевщикова, Селедулепинских, Телевизионная служба новостей.